Музыка Музыка Если начать с самого начала Меня в 1989 году осудили В те времена было То, что если не прописано полгода То государство забирало квартиру Так как я был прописан После смерти матери один в квартире Мне срок дали два с половиной года То по освобождению я вышел в никуда Я возил по России выставки От Петропавловской крепости Выставку драконов И получилось, что В Москве я был проездом У меня украли на вокзале полностью Все документы Сумку Деньги, так сказать И вот остался здесь Я уже освободился В демократические времена В 1995 году Моя бабушка прописала меня к себе В Москве Домой не стал звонить Кого-то расстраивать Устроился на работу Работал На струйку пошел Сперва разнорабочим бегал Когда умерла бабушка Я решил заняться бизнесом Продал квартиру Хотел на эти деньги Заняться бизнесом Но прогорел В общем остался без жилья В итоге Обещали заплатить 70 тысяч Я хотел на эти деньги Как раз сделать паспорт И домой уехать Но получилось в том Что денег не заплатили Кинули просто напросто И очутился совсем на улице Без денег, без всего В итоге у меня вот Фиктивная прописка В Московской области В Шатурском районе Но Без права Каких-либо претензий На эту жилплощадь 28 числа Декабря я Нашел такие деньги И Подал документы На паспорт восстановить Но 10 декабря пошел И сломал ногу Сложный перелом Был Попал в больницу Я жил на улице Я обморозил все ноги Еще в прошлом году Ну год уже нажал В прошлом году В январе месяце Мне сделали Четыре операции С больницы Выпустили Я не знал Куда пойти Ну так Слышал в больнице Кто бездомный Были Что нужно сходить На Нижний социальный перевод Курского вокзала Я туда еле-еле Как добрался Подошел к социологам Меня на следующий день Вызвали соцпатруль И Привезли сюда В Марфино Ну вот А здесь меня Вроде приняли Вот сейчас Я сегодня Продлевал контракт Соглашение Продлили еще То есть Относится Хорошо У меня мама была Иконописец Дедушка у меня Профессор академических наук Художник по металлу В Строгановке Он Всю жизнь Нелегально работал На Митрополитов Петерима Филарета Ювеналия Такие были В советские времена Делал Панагии Митры Кресты Нательные Отец Он Восстанавливал Даниловский монастырь У него церковное Малое предприятие Он басмой занимался Паникодила делал Отливал Переплетом занимался Оклады на иконы Делал Ну отец инженер Мать была В магазине Заведующим магазином Брат у него Своя фирма небольшая По ремонту Модернизации компьютеров Ну как бы не жалели Что обратил социальным работником До этого я Надеялся все больше на себя Что должен сам все сделать Но как сломал ногу После больницы Некуда было обратиться Я уже пошел Социальным работником Конечно Такое количество бездомных Я не видел ни в одном городе Как в Москве Есть очень много бездомных Людей Обманутых Как бы в небольших городах Они не попадаются на глаза Ну вертятся там пару человек На новой зале А здесь прямо Такими кланами Можно сказать В принципе бездомные Чем они живут Собиранием металла Попрошайничеством Эти как выбросы из магазинов Просроченной продукции Кто-то ездит на разовые работы Так же как с трех вокзалов С Перловой станции С Каширского Много таких точек Где люди просто Там практически живут И уезжают на работу разовые Зарабатывают Кто-то откладывает деньги Дальше выбивается Кто-то так и пьет Многим просто начинает Нравиться Это бродячая жизнь Я не люблю От кого-то зависеть И вот эта вот Вседозволенность Ну Бродяжья жизнь То есть Ты никому ничего не должен Тебе никто ничего не должен Вот она Однодневная такая Вот это вот Мне это очень нравилось Это было летом К зиме Я понял Что у меня романтика Уже прошла Я уже понял Что это бедовое Дальше Я уже понял Я уже понял Что это бедовое Я уже понял Что это бедовое Кто-то замерзает, тут много эдмолидов ходит, я сколько заметил, обмороженный и много болезней, но бездомный человек это тот же человек с теми же проблемами, с теми же нужными, как и все. От тебя воняет по-любому, потому что даже если ты помоешься, не всегда ты переоденешься, постираться тебе негде. Хорошо, если ты найдешь какую-то одежду, чтобы тебе можно было переодеться после социальной бани. Ночью, где приходится, кормят там, где дают, но в основном все опускают руки, многие начинают выпивать. На улице жить, не выпивая, просто невозможно. Я вот не хочу, допустим, пить, но я не могу уже без этого. Во-первых, зимой холодно. Единственное, чем согреться можно, только алкоголем. Проще договориться с пьяным населением, чем с таким, здравомыслящим и рассуждающим. Вот, например, взять ту же Англию, они вычисляют, насколько я знаю, 20 фунтов в день дается бездомному человеку. Да, он прекрасно живет на них. Вот 5 фунтов у них стоит ночлежка, 5 фунтов питания, 10 фунтов у него еще остается на его нужды. Ну и человек ничего не хочет делать просто тогда. Если у нас так сделать, это же половина населения захочет быть бездомным. Когда ты живешь на улице, у тебя нету какой-то цели, чего-то большего. Больше. Тебе хочется, чтобы у тебя была крыша над головой сегодня ночью и чего-то поесть. Все. На следующий день ты не задумываешься вообще. Вольешься быстро ты. Да, можно за пару недель, в принципе. Если без всего остаться. Быстро можно влиться, но вот выйти оттуда тяжело, очень тяжело. Чтобы изменить ход мышления своего вообще, это надо не один год, лет 5-7, говорит, пробыть здесь, чтобы у тебя, говорит, поменялось полностью твое мышление. Тогда ты сможешь уже по-другому мыслить и по-другому жить. Мне кажется, месяца три нужно человеку. И сменить ему как-то окружение свое. Просто уйти из этого. И начинать думать как-то дальше, как жить. С бездонами, с которыми я контингентом встречаюсь, очень редко кто действительно хочет работать и хочет вернуть, по крайней мере, хоть частицу того, что он потерял. Просто решились вот этого всего, своего, можно сказать так. Вот они вот здесь, допустим, в соццентре их принимают. Дают какую-то возможность встать на ноги, делают документы, делают, отмывают, очищают его, можно сказать, выводят немножко в люди, толчок какой-то дают. А дальше они уже не хотят просто. Его устраивает здесь. Зачем? Меня кормят. Мне привозят вот бутерброды. Зачем мне еще что-то больше надо? У меня есть крыша над головой, я помылся. И мне хорошо. Все. Он вышел вон на улицу, если он курит, пострелял, сигарет. Все. Ему больше ничего не надо, ему просто... Вот у него нет цели в жизни, у большинства. Дать какую-то работу, там небольшое какое-то жилье, даже этому будут многие рады просто-напросто. Кто захочет из этого выкарабкаться, он выкарабкаться. Может из-за того, что мало платят. Какой-то контингент действительно из-за этого не хочет работать. Вот как, например, сейчас вот таджики, киргизы, они работают же за копейки, а русские не хочут за это идти работать. Но будут мне платить эти 15 тысяч, как они получают. Ну что, я не смогу снять себе никакую квартиру, ничего не смогу. Даже если у меня будет квартира, я не смогу на эти 15 тысяч считать, потому что мне надо отплачивать квартиру, надо отплачивать всю дорогу и так далее. А для них это нормально, они счастливы, они живут, потому что у них еще хуже, чем у нас. Я не ехал в Москву специально работать, зарабатывать что-то. У меня получилось так, что деньги пропали, все такое. И просто охота себе доказать, даже не себе, может, что добиться чего-то здесь. Вот здесь вот люди в основном, они уже, которые поняли, что на улице они долго не выживут. Что это все, это летальный исход. Это смертник, можно так сказать, бездомный. Он долго не живет. Я примерно был где-то 8 месяцев. Ну, это было с перерывами, когда я работал на работах разных. Ну, там, конечно, все неофициально. И там работаешь, деньги отдают, допустим, тысячу в день отдают, на стройке работаешь. Ну, живешь ты в этом вагончике и работаешь с 8 до 8. А на улице, в принципе, недолго. Ну, хватило посмотреть на все это. Где-то и поножовщина, и драки, и все такое. Ну, конечно, все в пьяном виде у всех это происходит. Я не слыхал, что народ вот так вот выжил долго. Или замерзают, или от пьянки умирают, или убивают. Тысяч сто, ну, да, где-то, может, тысяч сто бездомных. Это кто по Москве рассредоточен, мне так кажется. А сколько еще где-то живут? Кто-то уехал в другой город, обманули. Много, мне кажется. Это, по-моему, надо на себе испытать. Потому что так это никогда человек. Я тоже никогда бы не подумал и никогда бы не понял бы, что такое бездомный. Бездомный – это ничто вообще. Даже сколько раз с полицией подойдут, есть документы, а у меня нет документов, ничего нет. И все, иди отсюда. Им ты не нужен, ты просто уже не существуешь. А ты откуда вообще? В Сказани. Давно ты здесь? В 2008-м. И что ты делаешь здесь? Все, пью. Ну и как? Нормально. А сколько ты еще планируешь вот так жить? Я не знаю. Я не покажу. Кажется, как таковой заботы у государства его в принципе нету. Но это все, эту ответственность они сложили больше всего на какие-то организации. Частные, добровольные, которые приносят свои пожертвования, делают вклады в те же церкви, что-то еще такое. Они как бы помогают. А государство, мне кажется, в этом даже не заинтересовано. Помогать что-то. Для них человек, если всего решился, он как бы выпал. Выпал из самой системы, и он никому не нужен. Мне даже так кажется. Планирую, что не сдаваться дальше, снять гипс и получить паспорт и идти работать уже нормально по профессии менеджера. В Москве где-нибудь. Потом хочу сделать себе инвалидность, если у меня получится. По идее, она у меня должна быть, третья группа. Это уже опять какие-то деньги будут, хоть маленькие, но будут. Как бы уже хочу доказать себе обратное, что не бежать куда-то домой, а выйти из этой ситуации победителем, можно сказать так. Если у меня будет пенсия, будет зарплата, пускай там 15 тысяч, то я смогу снимать по крайней мере комнату, вообще, ну не комнату, а только место какое-то. А в дальнейшем, может, дальше, думаю, уже что-нибудь может и лучшее. Найти хорошую работу, жениться, детей завести. Найти бы где-то женщину в какой-нибудь деревне, приезжать сюда на работу раз в три дня на сутки и уезжать туда, ковыряться в земле, заниматься скотиной, все, мне больше ничего не надо. Завести семью, естественно, еще, если будет, еще возможность. Путешествовать хочу по миру, хочу изучить язык какой-нибудь, английский. Я тоже могу сказать, да, ах, вот если у меня все будет хорошо, все в шоколаде. Так я сам себя довел до такого состояния. Я же никого не виню. У меня же все это было. Не знаю. Я просто не верю, что вот многие бездомные говорят, потому что я сомневаюсь даже в себе. Вот предоставь мне сейчас все. Я не уверен, что я буду вести нормальный образ жизни. Я не уверен, что я буду вести нормальный образ жизни. Я не уверен, что я буду вести нормальный образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok